Меня зовут Дина, мне 23 года. Я работаю СММ-специалистом. Меня зовут Виктория Примак. Я являюсь правозащитницей и дизайнер одежды. Мне 30 лет будет. Меня зовут Токшан. Я занимаюсь профессиональным футболом. И мне 25 лет. Меня зовут Бика. Меня зовут Маляка. Мне 23 года. Я занимаюсь сейчас ресторанным бизнесом и в интернете. Я пишу, вдохновляю. Мое детство было беззаботным и счастливым. Я росла никогда ни в чем не нуждаюсь. И мне всегда вдохновляли девушки, которые ходят с длинными волосами. Первый раз она растила свои ногти на выпускной. У меня был очень красивый дизайн. Я прям чувствовала прилив этой женской энергетики. Женщина должна выглядеть там постоянно накрашенно, носить женскую одежду. Мы от этого отходим. И отходим очень хорошо. Девушки могут себе позволить носить мужскую мешковатую одежду. Если женщины в кайф готовят для своих, для своих родных, то это супер, мне кажется. Конечно, мы все проходили через осуждение согласников и окружающих людей, которые судили по внешности. Но с каждым годом я научилась стоять за себя. Либо я принимаю эту информацию и гружусь, обижаюсь, либо я просто игнорирую ее. У нас нет такого, что кто-то мужчина, кто-то женщина. Мы обе женщины. И сложно переубедить старшее поколение в том, что эта любовь является настоящей, подлинной. Люди думают, что я просто не нашла для себя мужчины. Проблема как раз-таки заключается в том, что у нас идет популяризация определенного женского образа. Масса женщин, которые не вписываются в эти рамки, все они поголовно несчастны. Мой отец, он начал, по идее, учить братишку. Мне было скучно, я решила пойти с ним вместе попинать. И вот так вот произошла моя карьерная футбольная жизнь. Меня путают с парнем. Эй, Бала, братишка, иди передай унай и заплати за билет. Ну, конечно, мне некомфортно. Я бы не хотела меняться в пользу стандартов. Социум требует, чтобы я была женственной, красила губы. А я хочу носить кроссовки и играть в футбол. Было много взглядов. Все оборачиваются, замечают твои недостатки. Именно мои родные говорили, что ты у нас умная. Многие это не самое главное в жизни. Любой свой физический недостаток всегда можно перекрыть каким-то талантом, который у тебя есть. Стараться вносить вклад и жить как полноценный человек. Найдутся люди, которые тебя полюбят. Быть просто красивой женщиной. В 21 веке этого недостаточно. Нужно нести какую-то пользу обществу. О женских стереотипах. Конечно, это меня не может не задевать. Нам говорят, что мы слабый пол. Устаревшие значения. Сейчас женщины хотят развиваться, выходить из своих рамок. Я начала свой трансгендерный переход. Сразу после школы уже зажила жизнью той, которой я всегда была. Травля, буллинг, оскорбления постоянные. Но я думаю, что это сделало меня сильнее. Я почему-то понимаю людей, которые агрессивно сказывают свою позицию. У людей происходит диссонанс, когда человек видит перед собой женщину, а документы там совершенно другие. И происходит невидимое насилие, которое исходит от общества. Меня очень радует, что в последнее время, конечно, меняются ценности. Есть разные женщины, и они все прекрасны. Праздник 8 марта изначально – это его истоки. Они должны, конечно же, сохраниться. Современная женщина на мусле должна быть, во-первых, свободной тех стереотипов, которые на нее вешают. Когда она будет свободной, она будет счастливой. Окончательный опыт моего принятия себя произошел тогда, когда я поняла, что не обязательно соответствовать каким-то нормам и стандартам, которые есть. Нужно быть просто собой. Я желаю всем казахстанским девушкам, женщинам быть счастливыми, самое главное. Для того, чтобы быть счастливыми, нужно быть просто собой и следовать своим желаниям. Просто женщины, живите своей жизнью, любите себя и будьте всегда сами собой. Я встретила свою любовь, я стала сама собой. Чтобы они расцветали не только в такие дни. Самое, мне кажется, главное – это женское счастье. Чтобы все женщины обрели его, а у всех женщин женское счастье, оно разное. Вот.